У регионе протягивается уборочная кампания. По оперативных дадинах агульный намолот, складая каляже 350 тысяч тонн. До жнева приступили и фермеры. Одну из наибуйнейших господарок региона наведал Дмитрий Котов. Для Виктора Гурена это 24-е жнево по лику. Большость уборочных кампаний прошли на полях селянской господарки Михаила Шруба. Любовь до працы на земле у механизатора с детинства. Прикладом служил батька, который все жизнь сбирал урожай народной земли. Он же научил сына працевитости и отказности за свою справу. Это не одно, что помогало переодолевать разностайные выпробования на жневе. Все лето дареши Виктор Гурын не означает никаких складаностей. Уборка проходит в спокойных умовах. Так нормально, пока погода позволяет нам работать на уборке, дождь не передают. Культура хорошая, пшеница и тратикали. 550 гектаров, миновито столько у селянской господарцы, отведено под колоссовые культуры. Уборку подшали только на минулым тыдни. Термины сменились за надворья. Зерни не поспела, как звичайно. С початку перешкодил холода, после дождя. В минулом году ситуация была суперслеглая. Засуха, избирать урожай, на дворот подшали ранее. Однако соправданные господары не скаржятся на капрызы надворья. А принимают меры для того, чтобы климатичные умовы не вплывали на кончатковый выник. Кажут, главное – правильный выбор гатунков. Как правило, на каждый сезон покупаем элиту семена. Потом размножаем ее. Каждый сезон добавляем новые семена. Первым подшали убирать ячмень. Его средняя урожайность – около 50 центнеров зектара. На этом тыдне механизаторы приступают до працы на полях, засеянных пшеницей. Дарешусь, все собранное зерни накировывается для уластных потреб селянской господарки. На заготовку кормов для молочно-товарной фермы и свинокомплекса. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район.